здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в этом видео и в этом уроке мы с вами будем устанавливать jumla на локальный сервер в прошлом уроке мы с вами установил от локальный сервер на компьютер если вы еще совсем новичок и не знакомы с jumla вкратце поясню jumla это один из самых популярных бесплатных движков в мире один из самых надежных качественных интернет-магазин мы будем строить на платформе jumla то есть самый интернет-магазин по себе он не будет работать без jumla то есть интернет-магазин это как бы дополнение к движку jumla и сразу я хочу вам посоветовать если вы совсем новичок в jumla то есть вы не знаете базовые настройки самой jumla то я вам предлагаю скачать мой бесплатный пошаговый курс для начинающих скачать вы можете перейдя на мой сайт вот of fedor васильев точка ру здесь справа будет баннер бесплатный виде курс jumla перейдете сюда на вот эту страницу здесь просто впишите свой рабочий email нажмете получить курс подтвердите адрес электронной почте вам придет письмо с ссылкой для подтверждения а уже автоматически второе письмо придет к вам на почту где вы сможете скачать а курс это вам моя рекомендация если вы совсем новичок но даже если вы новичок я буду очень доступно понятно все объяснять если вы будете делать за мной все повторять то вы сможете в принципе даже не смотреть курс я все-таки настоятельно рекомендую его изучить если же вы уже более менее разбираетесь джумла уже ознакомились там создавали статьи знаете основные настройки джумла то в принципе вы можете этот курс не скачивать и первым делом с официального сайта extensions.jumla.org мы с вами должны скачать последнюю версию движка джумла нажимаем на кнопку download joomla на оранжевую кнопку я скачивать ее не буду у меня уже на компьютере данная версия присутствует и вот здесь есть такая кнопка голубая download joomla 3.4.8 последняя версия вы кликайте сюда и также скачивайте пакет к себе на компьютер далее где у вас установлен сервер находите папку open server открываете ее потом вы должны перейти в папочку domains здесь у вас скорее всего ничего не будет здесь у меня уже лежат мои созданные сайты не обращайте на это внимание вы просто создаете новую папочку я назову ее онлайн shop и обязательно давайте сделаем расширение то есть после вашего названия то есть у вас может быть здесь свое название или вы можете точно такое же название сделать это временное название сайта после того когда мы с вами все сделаем создадим интернет-магазин следующим этапом будет перенос нашего интернет-магазина на домен который мы предварительно зарегистрируем на хостинг то есть в интернет выложим наш интернет-магазин там соответственно адрес у нас будет уже другой по этой части у меня тоже будет серия уроков как все правильно сделать зарегистрировать домен и так далее а сейчас временный домен поэтому здесь можно написать все что угодно и пишем обязательное окончание вот так вот . log то есть чтобы у нас не было то есть такого адреса в интернете потому что онлайн shop.ru такой адрес в интернете скорее всего есть и чтобы не было никаких конфликтов и проблем чтобы у вас не открылся реальный чей-то сайт с таким адресом да вы пишете . log все мы создали папочку заходим открываем данную папку в данную папку мы вставляем скаченную только что нашу джуму архив и давайте в эту папку извлечем все файлы джумула из архива все файлы все извлеклись сам архив мы можем удалить так если вы open server еще не запустили то давайте запустим его итак наш сервер запускаем двойным кликом внизу в 3 у нас появился флажок вы помните мы с вами уже об этом говорили вы кликайте по флажку да и его здесь выпадающем списке вы кликаете запустить разрешить доступ если у вас всплывает подобное окошко все мой сервер запущен далее когда мой сервер запустили по зеленому флажку вы кликайте и здесь у вас должен быть адрес который вы прописали который мы с вами создали если здесь в списке нет то просто скопируйте всю папочку целиком и вставьте в адресную строку вашего браузера я кликаю по этому адресу из выпадающего списка и у нас должно открыться вот такое вот окно окно установки наши джумлы сейчас нам нужно произвести не сложную установку здесь в адресной строке видно онлайн shop.log и идет потом слэш инсталлятор индекс.php сейчас необязательно название сайта давать какое-то уже рабочее если вы еще не знаете как он будет называться вы можете просто написать тест или любое другое слово описание можно пропустить также мл какой-то свой рабочий прописываем здесь логин администратора оставим пока админ потом изменим пароль я поставлю пока не сложный также изменим пароль на более сложный когда сайт будет готов и дальше мы нажимаем на кнопку вот на эту синюю далее следующий шаг нам нужно создать базу данных для нашей джумлы далее мы кликаем вот поэтому флажку open server еще раз здесь мы выбираем дополнительно всплывает еще одно меню и здесь мы выбираем php myadmin в вашем браузере всплывет вот такое окно пользователь будет root если здесь ничего не будет написано то прописываем root пароль писать не нужно нажимаем на кнопку ok далее мы нажимаем база данных и нам нужно только прописать название базы данных и нажать на кнопку создать я назову базу данных также как называется мой домен и нажимаю на кнопку создать все базу данных мы с вами создали переходим обратно на второй шаг конфигурация баз данных тип базы данных мы не трогаем имя сервера базы оставляем localhost имя пользователя мы пишем root пароль здесь указывать не будем потом пропишем когда сайт будем размещать уже на хостинге а вот имя базы данных мы прописываем то который только что создали с вами вот здесь вот php myadmin ничего сложного в принципе здесь нет все дальше мы нажимаем на кнопку далее а завершение установки установка демо данных мы не трогаем здесь смотрим в принципе здесь ничего делать не нужно кликаем установить и ждем завершения процесса установки и так у нас джумала установилась но нам нужно теперь и русифицировать вот здесь есть такая кнопка установить языковый пакет кликаем сюда за ползунок прокручиваем практически в самый низ находим russian язык русский ставим напротив галочку поднимаемся наверх и нажимаем далее в следующей странице мы язык панели управления выбираем ставим точку напротив русский язык сайта также ставим русский вот здесь и нажимаем далее все у нас все готово нам теперь нужно удалить директорию инсталляции кликаем вот на эту большую желтую кнопочку и на кнопке появляется текст директория installation успешно удалена все на панель управления правой кнопкой мыши открыть в новой вкладке а на этой вкладке мы кликаем сайт поздравляю мы с вами установили движок джумла то есть вот адрес онлайн shop.log в браузере открыл так вот выглядит изначально на стандартном шаблоне протестарда называется данный шаблон выглядит вот так вот джумла в другой вкладке которую мы с вами открыли это вход в админ панель у нас с вами был логин админ и пароль 123 у меня тут так и стоит нажимаем войти вот так вот мы с вами попали в админскую часть нашего сайта если вдруг вам мозолит глаза вот такие сообщения их можно здесь отключить вы будете часто пользоваться админ панелью и вам может вот эта вот картина здесь надо лично мне она мешает клику на голубую кнопку и вот здесь вот на серую или на черную кнопку скрыть это сообщение что за сообщение можете почитать потом кликом системы панель управления я не буду подробно останавливаться на каких-то нюансах джумла буду просто по шагам делать разжевывать моменты не буду так как я уже сделал целый курс бесплатный по самой джумле по всем этим настройкам поэтому я уже буду считать что вы уже это все знаете и буду уже двигаться смело вперед установим компоненты то есть специальное дополнение на движок джумла это наш интернет-магазин и там уже более детально я буду рассматривать все нюансы на этом данный урок закончен